Если говорить об модернизме в архитектуре, то архитектурный модернизм возник начиная с 10-х годов XX века. Как такое яркое сформировавшееся явление, он проявился после 1925 года. В 1920-е годы мы знаем под общим названием конструктивизм, хотя это достаточно условное название, поскольку конструктивизм был только одним из направлений. В мире мы знаем под разными названиями – Дерштил, интернациональный стиль, Баухаус и так далее. И, соответственно, советский архитектурный модернизм, естественно, всегда был частью мировой архитектурной культуры, мирового модернизма. Особенно ярко это проявлялось в 20-е и 30-е годы, когда, например, работы новосибирских архитекторов, как мы сейчас выяснили, например, публиковались в западных, в европейских архитектурных журналах. И были вообще мощнейшие связи, ну, конечно, в первую очередь между московскими архитекторами и зарубежными архитекторами. Они там ездили друг к другу, они знали друг друга, они считали друг друга частью одного явления. В 30-е годы это прервалось, не состоялся конгресс СИАМ, который должен был пройти в Москве, конгресс современных архитекторов. И, собственно говоря, с этого момента советская архитектура на 20 лет самоизолировалась. И, соответственно, вновь, скажем так, в мировую архитектурную культуру, значит, советская архитектура вливалась после 54-го года. И советский модернизм, вот есть два таких мощных этапа, то есть первый этап конструктивист, и это 20-е, 30-е годы. И второй этап, это, собственно говоря, от 54-го года и вот до, фактически, ну, можно сказать, до настоящих дней. И, соответственно, как бы, да, именно те периоды, когда советский модернизм, собственно говоря, легально существовал, да, вот за исключением вот этого периода сталинской архитектуры, тоже, безусловно, очень интересного. Но вот именно в эти периоды советская архитектура была неотъемлемой частью мировой архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok